вечер и день прошел недаром живая баня у Ивана приросла сегодня еще одним домиком теперь у нас есть гостевой домик и вот сегодня идет тонкая доводка напильником вот такие вот наличники ставим состаренное дерево сейчас ребята уже заканчивают а я вам расскажу о страшной истории как как все это происходило ну во-первых вы на предыдущих роликах можете увидеть как сделан вот этот домик без фундамента то есть он стоит на быках а дальше все остальное засыпано вот видно засыпано керамзитом то есть здесь сделана заваленка заваленка вот отшита и сруб стоит так как он примыкает к моему сараю где пчелы кстати живут вот там на втором этаже вон видите летки это летки для пчелок вот здесь вот у меня на втором этаже находится пчелиные домик две лежанки для того чтобы можно было апитерапию себе позволить то есть там наверху у меня 12 семей пчел живет и они гудят они жужжат так вот так пришлось делать этот домик гостевой домик сруб стоит рядом с сараем соответственно сарай стоит на столбах и он не будет усаживаться а сруб это всегда усадочная конструкция поэтому сарай мы то есть крышу сруба мы привязали к крыше сарая сделали единой крыши и для этого пришлось поставить столбы потому у нас вот здесь вот идут столбы и сруб усаживается отдельно от крыши всего здания то есть сейчас я постараюсь отойти подальше и показать вам всю картинку целиком как это выглядит то есть мы вот он сарай стоит на столбах под крышей и под этой же крышей находится гостевой маленький домик домик примерно на там два-три человека то есть такой удобный домик для моих приезжающих гостей тут вот рядом будет скоро контактный зоопарк с небольшим количеством животных здесь же вот у нас пруд с рыбалкой то есть можно сейчас вот ловить карася в этом пруду и кстати очень нужно его оттуда отловить иначе его слишком много будет скоро отсюда уедет батут и здесь будут жить мои зверушки ну вот уже начинается потихонечку контактный зоопарк пока только с кроликов скоро еще кого-нибудь мы сюда подселим а мы зайдем сейчас в домик и посмотрим в общем без страшных историй не обошлось я решил выпендриться и сделать какой-нибудь красивую дверь да и дверь мы сделали круглую скругленные края то есть такой хоббитовский домик понты интересно красиво такие вот ручки максим делал беловук вот такие вот такие вот красавцы да и кругленькая дверь так вот в результате когда я поставил эту кругленькую дверь оказалось что вот этот шкаф древний настоящий фанерный шкаф который я очень хотел поставить этот дом внутрь оказалось что теперь шкаф не входит и вот теперь хоть дверь разбирай или шкаф разбирая ни то ни другое разбирать естественно не буду так что этот шкаф теперь пойдет скорее всего куда-нибудь другие места или на свалку но я покажу как внутри домика и так вот печка наконец-то она закончена она уже топилась пару-тройку раз она показала себя очень хорошо в этом доме ему наверное даже ее сейчас затопим коли у нас весь контур уже закрыт дверь с доводчиком чтобы не дай бог кто-нибудь не забыл ее закрыть так как дверь тут единственная тамбура как такового нет теплового да то есть это такая лесной домик до обыкновенный то у нас ставится доводчик для того чтобы никто не лопухал эту тему и не оставил здесь вот у нас окошко глухарь с выходом туда в будущий маленький такой контактный зоопарк а для контактного зоопарка уже собираются некоторые животные один за другим то есть кто у нас есть у нас есть чудо в перьях илья беев наш друг подарил такого клевого петуха черненького маленького такого мохнатого короче чудо в перьях абсолютно есть у нас кролики естественно нам собираются отдать поросят и вот еще до моего отъезда на байкал мне хотели этих поросят вручить но я решил что такую свинью подложить уже уезжая моей жене наверное не стоит и поросят не взял в тот момент теперь уже можно будет взять этих вьетнамских таких брундучков полосатеньких поросят туда поселить ну и так далее так далее козла мы сюда молоденького запустим такого ручного доброго а может быть и взрослого козла сюда потому что его все равно со стадом держать нельзя его надо держать отдельно иначе все молоко будет ванять поэтому чтобы молоко было у нас без запаха без вот этого специфического козьего мы держим козла отдельно ну что сейчас наверное я запишу отдельный ролик о том как топится печка в этом домике и вот здесь вот здесь вот посылочки если под протопаете то посмотрите как это печка собиралась вот это вот печка она была собрана моими собственными руками вы спросите почему иван сачкует нихрена не делает своими руками в этом доме знаете ну во первых это инвестиционный проект вот этот вот домик это первый инвестиционный проект моих детей то есть они собственноручно вложили сюда 20 10 процентов денег на постройку вот этого домика то есть у детей скопилась некоторая сумма денег и мы договорились что они могут сделать первые свои в жизни инвестирования вани 10 лет катя 8 лет они сложились по 10000 вложили 20000 сюда в этот домик в результате они сейчас имеют 10 процентную долю здесь по 5 процентов на каждого и смогут получать деньги от прибыли с посещение этого домика гостями вот такая вот история ну а как они зарабатывают смотрите в других видео я там это все подробненько рассказывал ну что ж и соответственно я так как сам обладаю золотыми руками и неважно откуда они выросли то вот эту штуку такую вот деревянное зодчество такой вот я буду делать в течение не знаю там недели может быть двух ребята сделали за день ну или за два соответственно мне проще за это же самое время тем чем я умею зарабатывать заработать денег и отдать ребятам так что не все надо в этой жизни делать своими руками хотя вот этот пол тоже есть в интернете запись того как мы укладываем вот этот пол стены вот это вот мы с волонтерами с ребятами тоже укладывали своими руками и здесь в основном тоже делал все своими руками ну и так далее так далее в общем теперь дорогие друзья дамы и господа живая баня у ивана предлагает не только банные какие-то дела на нашей территории но и вы можете здесь оставаться ночевать вы здесь можете оставаться жить столько сколько захотите вот в этом домике теперь уже можно будет ночевать а я пошел сейчас затапливать и отдельный ролик запишу о том как работает эта печка теперь мы ее можем уже тестить окна закрыты двери закрыты можно тестировать будем плясать вот значит и температуры и смотреть по времени как быстро она протопит и как долго удержит так что этот ролик я буду писать минимум сутки а то и двое я специально один раз мощно протоплю потом двое-трое суток не буду оттапливать чтобы посмотреть сколько времени держит эта печка вот такая вот история всем привет не забудьте сделать все сакральные действия да то есть там лайк поставить подписаться на канал ну и вступайте в банный союз это тоже теперь традиционное действие вступить в банный союз то есть если вы еще этого не сделали то уже пора это сделать банный союз . рф переходить по ссылке внизу и отправлять становитесь союзником банного союза это дает некоторые преференции с каждым годом будет давать больше и больше разных вкусняшек счастливо пока